Давайте сегодня поговорим об искренности и о честности с самим собой. Дело в том, что инфодайвинг это про это. Это про искренность и про честность. С самим собой главное, а не с кем-то другим. И поэтому нам просто невероятно весело и удивительно, когда количество инфодайверов, появляющихся в России, которые приглашают к себе на индивидуальную работу, на индивидуальное обучение, на какие-то программы, люди к ним относятся как к нашим представителям, говорят, что мы им сертификаты выдали и так далее. Оно растет. Нам пишут из России, нам пишут из Украины. Ребят, я понимаю это отражение нашей популярности, и всем хочется присоединиться, но мы не ласковый май. Мы находимся только в Минске. Мы не гастролируем по разным странам и весям. Мы работаем отсюда. Причем консультации мы проводим онлайн, обучение мы проводим онлайн и очно, но только в Минске. Нету больше точки на карте на сегодняшний день, куда бы мы поехали, при всем том, что нас приглашают много. На это просто нет времени. Вы видите, мы и так работаем по 18 часов в сутки, чтобы расшарить новые темы, чтобы найти новые алгоритмы работы с людьми. И более того, я вам скажу, мы еще не проводили глубинных обучений. То есть мы проводили обучение по уровню психологии и чуть-чуть дальше. Первый курс восприятия богов, который будет реально по магии, это самый первый курс. До этого обучающих программ не было. И когда мы слышим, какие обещания люди дают, представляясь нашими учениками, мы не просто ржем. Андрей, а вот как ты относишься ко всему этому? У меня учеников нет, как и говорят, что я кого-то обучала. Кстати, а сертификаты, вот мне очень понравился подход. Мы так как свои еще не делали, а то, что надо было на гипноз, мы сделали в таком варианте, ну вот, чтобы было весело, у нас все, чтобы было весело, то те, кому надо были серьезные документы, они напечатали сертификаты сами. И вы знаете, таким человеком был один человек. Поэтому я его знаю лично. Просто человеку нужна была бумага, и там стоит моя подпись. А так, чтобы от инфодайвинга, причем это не преподавательский сертификат, сертификат, это просто прошел обучение человеку. У нас действительно гипноза. Поэтому, господа, когда о нас говорят, пожалуйста, заходите на нашу платформу pup.by. На этом сайте, это архивный сайт, он и дальше будет архивом, поэтому он называется zip, он архив, да, ID zip, инфодайвинг zip. Там собрана вся информация, но там очень тяжело ориентироваться, потому что он реально переполнен. Там очень много информации, там куча видео, там, ну, то, что тысячи, я уже думаю, десятки тысяч статей. Если вы начнете углубляться в каждую тему, то там просто безумное количество материала, и вылезти с этого сайта бывает действительно тяжело. Он объемный. Но будет платформа, рабочая платформа, которая запустится в ближайшие дни, она называется subversion.com. Там можно зарегистрироваться, там будут кабинеты, там будет видно, кто какой курс, какую программу проходил, какие права имеет, права в каком плане. В принципе, нам безразлично, кто как работает, да. Но если ты идешь под этот бренд, значит, ты хотя бы честен сам с собой. Но если ты на этом этапе уже лжешь и людям, то как ты честен сам с собой, где ты не проработан. А если ты не проработан, то какая объективная информация? Тут цепочка получается, вот она просто прямая. Понимаете, все приемы объективного восприятия в субъективном рушатся на раз, два, три. Лжешь себе, нет информации. Лжешь себе, лжешь другим. Вот это примитивно, все сводится к минимуму. А вообще, какую практику дать людям по тренировке искренности? Вот, чтобы они были честны сами с собой, чтобы они на эти грамли не наступали. Хотя, если они наступят, это тоже прекрасно. Да, пообщаться с душой просто своей. Пообщаться с душой? Практика разговора с душой? Да. Ириша, а какая практика тебе больше всего нравилась вот на искренность? На искренность? Наверное, да, поговорить со своей душой. Но я бы лучше делала это через зеркало. Я бы соединила практику разговора с душой и с зеркалом. Ну, если соединить, да. Но зеркало, ну, возможно. Вот просто, когда думая о том, что было бы эффективнее человеку, который находится на пути развития, и действительно сталкивается с тем, что он кривит душой. И у него получается кривое зеркало. А когда у человека кривое зеркало, то имеет смысл посмотреть себе в глаза. Ну, во-первых, синхронизироваться с собой, рассказать, как себя любишь, принимаешь, понимаешь. И я честен сам с собой, я думаю, вызовет слезы. Потому что в данном случае я честен сам с собой, я искренен сам с собой. Эти фразы, они будут дергать за душу. И если здесь неполадка, то душа выдаст обратную связь очень быстро. Через эмоцию, через слезы, через определенный канал восприятия. И я думаю, вот эта синхронизация, она реально поможет очень многим людям прийти к себе настоящему. Потому что тяжело слышать себя, когда все параметры забиты. Но выберите один параметр. Опять-таки, те, кто хотят воспользоваться услугами, им идет обещание. Я тебя вылечу, приезжай, я инфодайвер тебя вылечу. Ну, вы хоть в одном стриме слышали, что мы вас вылечим? Это в инфодайвинге табу мы не лечим. Мы можем человеку подсветить, куда ему двигаться, для того, чтобы он нашел проблемы своей душе, синхронизировался с ней и изменил свою жизнь. И тогда у него пойдут изменения по здоровью. Но это работа человека над собой. То есть мы за вашу жизнь не берем на себя ответственность. Это ваша зона ответственности. У нас наша жизнь – зона ответственности. У каждого своя, каждый проявляется как Бог. Поэтому вот эти вот штуки с коммерческой частью, они должны быть, но они должны быть, чтобы вы действительно занимались тем, что от вашей души. Чтобы вы не чувствовали чувство неловкости при общении с нами. Потому что вот опять-таки вчера сообщение читаю. Я понимаю, вот человек пишет, и ему стыдно за то, что он уже делает. А зачем ты делаешь, если тебе уже стыдно? Ну это же ваше проявление, да? То есть вот когда на инфодайвинг смотрит, как на будущую маркетинговую сетку, на которой срубишь очень много бабла и так далее, это не про это, господа. Если вы идете с этими целями сюда, у вас ничего не выйдет. Это заведомо ошибочный путь. Тогда сюда ходить не надо. То есть здесь вам придется прийти к себе настоящему, действительно заняться тем, чем хочет ваша душа, синхронизироваться с собой, начать проявляться. И на этом тогда будут и деньги, и недвижимость, и движимость, и все подряд. Понимаете? Заход с другой стороны. Заход не просто я пришел, срубил, и все классно. Заход я раскрыл свой творческий потенциал. Я проявился, я стал жить по-другому. Я честен и искренен сам с собой. Обратная сторона медали. Поэтому мы приглашаем вас к нам. Если хотите тренироваться, приезжайте, присоединяйтесь, занимайтесь инфодайвингом. Света в этом мире будет значительно больше. И мир действительно будет интереснее и красивее. Но сертификатов мы пока никому еще не давали. Сертификатов мы еще не давали, не делали. Все будет на платформе. Через платформу будет вестись работа, через платформу будет идти регистрация, через платформу будут ваши клиенты, и вы будете тренерами. Либо же вы будете клиентами, и будете находить тренеров. Полностью все будет на платформе. И там все будет открыто. Знаете, вот как в транзакциях, когда вы делаете, транзакция запечатана, и там вот так есть, и все, не придумаешь, не соврешь ничего. На платформе все будет точно так же. Открыто. Бери и пользуйся. Теория в инфодайвинге выдается, вы видите, открыто, бесплатно. Мне очень много людей присылают благодарности за то, что они смотрят ролики, и они начинают меняться, у них жизнь начинает меняться. Потому что все, что касается теоретической части, она вообще выложена в открытый доступ. Поэтому за таким обучением ехать вообще смысла нет. А там, где надо трансформация, там, где надо отработка метельных меток, там, где надо ваши личные изменения, там, где надо прошивки, ну, здесь уже тогда к инфодайверам. И пока, пока работаем мы вчетвером под брендом инфодайвинг. Но мы будем расширяться. Пока идет слово «будем». И когда будут сертифицированные тренера, они будут на платформе. Subrition.com